Город. Слушай. Аудиогид по Барнаулу. А на соседней улице должен был появиться кинотеатр «Родина». Строительство Алтая на 217 мест завершилось к началу Великой Отечественной войны. Ее архитектурный облик кардинально отличался от большинства общественных зданий Барнаула 20-х – начала 30-х годов. Гостиница напоминала самые известные отели мира из кино. Здесь за счет выбранного для интерьера красного цвета и широкой лестницы можно узнать оверлук из сияния Стэнли Кубрика и Гранд Будапешт у Эсса Андерсена. В разные годы в гостинице останавливались многие знаменитости. Гипнотизер и ясновидящий Вольф Мессинг в 1942 году проводил в Барнауле психологические опыты по отгадыванию и передаче мыслей на расстоянии. Пусть сеансы Мессинга проходили в разных местах города, но о его визите на Алтай ходит много легенд. Во время коронного номера гипнотизера в народном доме Мессинг увидел в конце зала таинственного незнакомца. В черном плаще, седой бородой и пурпурным восьмиконечным крестом с черепом в середине. Посмотрев на мужчину, великий телепат неожиданно повалился на пол. Когда рухнут царства востока и запада, великие маги придут из своей незримой империи и найдут тайный колодец, где царь царей спрятал золотой треугольник веры. «И это будет последним местом битвы!» «К черту! К черту весь этот бред!» «Что ты несешь? Где он? Где ты видишь этот чертов колодец? Где он, проклятый хитрец?» произнес в ответ таинственный незнакомец. Он склонился перед гипнотизером и что-то шептал ему под ухо. «Что случилось? Он умер! Господи, что произошло?» Сотрудники НКВД за несколько минут вывели зрителей на улицу. «На выход! На выход, пожалуйста! Не создавайте пробок!» Горожане, ошеломленные увиденным, разбрелись по домам. Доктор из эвакуированного в Барнаул военного госпиталя помог артисту прийти в себя. А вот таинственный незнакомец, из-за которого уясновиться случился припадок, исчез. Ни одна газета не написала о странном происшествии. Лишь много лет спустя о том инциденте стало известно из короткого рапорта сотрудника НКВД. Летом 1944 года в гостинице «Алтай» находилась штаб-квартира съемочной группы фильма «Александра Роу. Кощей бессмертный». Богатыря Никиту Кожемяку играл Сергей Столяров. Кощея – невероятно популярный в СССР Георгий Милляр. Массовку для сказки искали через газету «Алтайская правда». Киноэкспедиция «Союз детфильм» по съемке художественного фильма «Конец Кощей бессмертного» приглашает для участия в киносъемках лиц мужского и женского пола разного возраста. Запись желающих ведется в 28-м номере гостиницы «Алтай». В 1945 году картина была готова. В Барнауле фильм впервые показали в День Победы в новом кинотеатре «Родина». В октябре 1962 года в Барнаул на съезд Союза кинематографистов приехала делегация во главе с Эльдаром Рязановым, Ларисой Голубкиной, Владимиром Зельдиным и нашим земляком Иваном Пырьевым. Молодой Рязанов только закончил работу над музыкальной комедией «Гусарская баллада». В Барнауле на премьере фильма собрался полный зал. Зрители стояли даже в проходе. Вот что сам Рязанов писал о той поездке в книге «Грустное лицо комедии» или, наконец, «Подведенные итоги». В 1962 году осенью Мосфильм проводил фестиваль своих картин на Алтае. Принимали нас всех очень сердечно и, конечно, из-за Пырьева. Нас пригласил к себе первый секретарь крайкома. И при нас, заведующий отделом культуры, обсуждая прощальный вечер, спросил шефа «А как их будем провожать?» Мы потом только поняли, что речь шла о банкете. Но секретарь крайкома смысл вопросу ловил мгновенно. Хм, на уровне коньяка. И я понял, что это был высший уровень. Что, очевидно, существует немало градаций. Например, можно провожать на уровне водки, пива, чая, кваса. Все было отработано до тонкостей. В начале 2019 года гостиницу «Алтай» отреставрировали. Работы длились около года, и их лично курировал известный алтайский архитектор Александр Геринг. Внутри сохранилась широкая парадная лестница, уникальная лепнина, статные колонны, в холлах, этажей. Город. Слушай. Аудиогид по Барнаулу.